Привет, Юстина. Мы сажали, что у тебя планируется дебют в профессиональных боях по ММА. Не могла бы ты рассказать более подробно? 27 мая у меня дебют по смешанным единоборствам на студенческой лиге ММА, который пройдет по Звестия Холл. Это мой первый профессиональный бой по ММА. До этого я дралась по тайскому боксу. Сейчас решила попробовать себя в чем-то новом. Как ты оцениваешь шансы своей соперницы? Знаешь ли, ты вообще слышала ли ранее о сопернице? Ранее о сопернице я своей не слышала. В принципе, клетка покажет, кто на что способен. А тебе интересно вообще, что она умеет или не умеет? Как это ты ранее не слышала? Я видела ее бои. Она ударница. В принципе, я тоже ударница. Поэтому не знаю, будет ли она переводить в партер. И будет ли что-то связано с этим. Но надеюсь, что все получится. Ты отработки делала под ее стиль, под ее технику? Какие-то заготовки есть? Заготовки есть, но секрет. А что у тебя с борьбой? Все отлично. Тренируюсь. В партер планируешь переводить? Посмотрим, как пойдет. Но думаю, что в стойке буду работать. Но если перейдет бой в партер, значит будем работать в партере. Хотела бы ты выступать на российской арене? Да, конечно. Хотелось бы начать с российской арены. А уже затем попасть в более крупные промоушены. А как ты оцениваешь крупные промоушены или не крупные? По количеству гонораров? Или по количеству соперников? Да вообще все в целом. Все в целом. И уровень. Ну, все же знают. UFC, Беллатор. Самые два таких известных главных промоушена. Куда многие стремятся попасть. Спасибо за интервью, Юстина. Будем надеяться, что российские промоушены станут не менее крупными и известными. Я тоже надеюсь. И что вы будете выступать. Да, с удовольствием. С удовольствием. И мы будем смотреть ваши бои и рады вас по вашим победам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.